всем привет это каштанов добро пожаловать на мой канал каштанов reaction и сегодня у нас будет реакция на видео под названием два дня из жизни казахов бешбар мак козы шу жик первый раз такое читаю слышу названием но я так понимаю это блюдо короче кухня кочевников на моем канале уже есть одна реакция касаемо кухни казахстана и там было очень много комментариев и вообще большая активность под этим видео насколько я понимаю такие такая тема вам заходит и мне так вообще прямо интересно потому что многое я из того видео узнал в первый раз какие-то блюда о них услышал а здесь так вообще какие-то еще новые названия для меня так что по-любому этот ролик будет тоже мне кажется очень интересным ребята прежде чем мы приступим к просмотру хотел бы сказать уже по традиции всем большой рахмет за то что подписывайтесь на канал за то что остаетесь на канале а кто еще не подписался ребята внизу будет кнопка проходить и прожимаете ну и конечно же не забывайте включать колокольчик уведомлением потому что видео выходит каждый день а мы приступаем смотрим блин красиво ребят и наверное вкусно я так понимаю это видео без слов даже без музыки короче чтобы ничего не отвлекало до от просмотра ну единственное только мои комментарии я думаю вас будет отвлекать так ребят давайте определите что это за мясо ну наверное конина да ну раз такой огромный вкусище явно не баранина так это жир и лепешки как немножко необычно такое видео смотреть когда видео ничего не комментирует не на конина по-любому конина да ребят короче обильно посолить блин такой знатный кусок да судя по звуку это как будто бы на улицу да она его выстрел какой-то нож до специально ребят ну не обязательно до специальный может быть просто как бы такой красивый с народными орнаментами первый раз вижу чтобы чеснок били перед тем как его почти короче недостаточно мелко да не через выжималка именно порубить чтобы более-менее такая была и консистенция так ребята это что за мясо ну как бы какой-то отдельный кусок да как это отдельно вырезка блин у ребят да очень интересно и необычно и даже сейчас очень вкусно прям уже в предвкушении что были наверное это будет так я так понимаю это же будет засол да все понял это это кишки которые вывернуты наизнанку и к ну промыты да понятно само собой и это и есть как-то вот этот самый колбаса до конская колбаса так я не знаю не помню как она называется правильно а потом это запекают или что делать ребят сейчас я думаю мы это увидим блин ну красиво да вокруг все прямо так к видео очень грамотно подходит какая-то вот этот вот атрибутика украшения приятно смотреть такое видео а это немножечко другой форма да когда уже мясо порублены порезанную и куда теперь это все понятно на ночь оставляем это я так понимаю на балконе добыла практически на улицу вон чё это все надо варить ребята что за город за окном я так понимаю нур-султан скорее всего да сдобное тесто да ну тоже сколько лежала по ходу всю ночь она поднималась хотя не обязательно такая мини скалка да но это были специально для раскатывания вот именно таких лепешек масло ребята как это блюдо называется вот эти лепешки но по-любому наверно они как-то называются да не просто лепешка имеют на какое-то название я так понимаю не ну конечно таким ножом принципе все так красиво и получается и вот не пойму эти булки они как сладкие считаются ли как вместо хлеба как грязь и прикольную тему да и туда всякие ингредиенты да и туда только другой монитор и огурец и листик салата да мамы ну два листик салата да ну с одной такой штуки по моему наешься уже теперь хочу юная хозяйка да растет может и всех ем и теперь этого который не разваливается теперь один помидорчик приятного нам аппетита приятного нам аппетита я так понимаю это папина работу да собираешь как так мороженое ежевика приятного аппетита или в 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 может они в поход вообще собираются ребят ну понятно пикник на природе и масло да так на природе до посидеть ребят дома столько не съешь сколько на природе красиво так а у нас же там колбаса из конины варится да надеюсь они плиту выключили инстаграм я так понимаю это осень ну такая какая-то прям хорошая зеленый желтый лист варится ну а а а а а а а а Да, ребята, ну это прямо произведение искусства от мира кулинарии. Так, а это у нас будет беш-бармон. Да, беш-бармак. Блин, первый раз вообще в принципе вижу, чтобы такой большой лист теста варили. Главное, чтобы он не разорвался, а потом его режут просто, я так понимаю. А, даже не режет. Ага, ну ладно, вареная картошка, понятно. Ребята, а что там за тесто? Ну, обычно просто тесто, да? Ну, типа, лук, ой, лук, говорю, яйцо. Что там еще? Ну, яйцо, мука и соль. Блин, ну это прямо праздничный стол. О, а это что такое? Чем это тоже нравится. Сметана? Потому что она вкусная. Ребята, всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. А я чем купила, только картошку и мясо. Еще мне буду запить. Ну, у Сапа же есть. А, ну да. Сапа? Сапа, бед, ке. Вкусно, ребята, наверное. Блин, ну опять же, тяжело такие видео смотреть, когда не может это все попробовать. Аль-хамду-ля. Азат, Натана, Агнад. Ишхан, дай там, азат, трюмай. Я так понимаю, руками едят, но это чисто как бы так для видео, да, чтобы показать, что называется традиции, как раньше ели. Ну, я думаю, в последнее-то, наверное, все равно, да, все ложки-минюшки не едят. Или не обязательно, ребята? Ничего себе, потом еще надо чем-то обрабатывать. Интересно, чем. Нуж не маслом, да, что-то другое. Не пойму, что это. Блин, красивые витунь из окна. Ну что, ребята, необычное видео, как я уже сказал. И, судя по всему, очень вкусное. Так, что здесь? Ну, насколько я понимаю, это бешбармак был здесь, потом козы. Это вот эта вот самая колбаса из конины. Шужик. Это, я так понимаю, вот эти вот лепешки, да, ну, которые, из которых потом делали некое подобие сэндвичей. Блин, ну, такое очень вкусное видео, необычное, без музыки, без слов, просто чисто смотреть и визуально наслаждаться. Да, в принципе, тут и слова, да, они нужны тут. Прямо наглядное пособие, как если хочешь, да, повторить. Вот тебе, пожалуйста, все пошагово и очень доступно и красиво. Ладно, ребята, пишите комментарии, все, что вы думаете по этой вот такой вот необычной реакции. Не знаю, может быть, я тут в своих комментариях был неправ, какие-то неверные выводы сделал. Пишите в комментариях, где я ошибся, поправляйте меня. Ну, и подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Все, давайте, ребята, всем удачи, пока.